Информация и снимки, представленные в данном видео, включены в рукопись нашей будущей книги «Знаки. Ключи к тайнам мира» и, по нашему мнению, является вещественным доказательством виртуальности нашего мира, о чем мы говорили в нашем предыдущем видео «Условно абсолютная гипотеза о мироздании». Рекомендуем зрителю ознакомиться с ним на нашем канале. В теплый сентябрьский день 3-9-2019 года, после полудня, я пришел на пляж, полежать на теплом песке, послушать шум прибоя и расслабиться. Лег на спину и смотрю на синее небо с редкими облаками. Думаю, как мне нравится эта природа, это солнце, море, небо. Смотрю в синеву надо мной, а в голове проносятся следующие мысли. Буквально. Жаль только будет умереть и больше этого не видеть. Но ведь смерть здесь не настоящая, правда же? И как только эта последняя мысль промелькнула у меня в голове, прямо надо мной, в небе, в чистой синеве, но рядом с маленьким облачком, как это обычно бывает, неожиданно и из ничего возник маленький белый шар. Назовем его на английский манер «орб». Я даже немного вздрогнул от неожиданности, но это был не испуг, а приступ радости, поскольку у меня нечто подобное уже бывало пару раз. Но сейчас это было словно по заказу, и как будто в ответ на мою мысль о том, что наша жизнь – это компьютерная игра в виртуальной реальности. И вот на душе стало светло, а в сердце тепло. Рука сразу потянулась к телефону, тому самому, который подвел меня в прошлый раз на Кипре, когда мы с детьми видели сразу два орба, появившихся один за другим в синем небе над нами, примерно в такое же полуденное время. Мы сделали несколько стоп-кадров и использовали указательные стрелки, чтобы зрители четче могли разглядеть данные НЛО. А вот это кадр в инвертированном изображении. Кстати говоря, известный факт. НЛО стремятся зря не светиться, а часто прячутся за облаками или между них. То есть обычно маскируются, если у них нет задачи показать себя именно кому-либо из людей. Мне в этом смысле повезло. Я видел их семь раз. Три раза днем, четыре ночью. Три раза вместе со своими дочерьми. Кроме того, они видели его один раз и без меня. В отличие от упомянутых двух кипрских орбов, которые двигались с запада на восток, пока не исчезли за облаками, этот вот мой неопознанный летающий объект оказался довольно упертым и совершенно не хотел никуда лететь. Он вообще не двигался, а стоял на одном месте, как вкопанный, или вернее, как прибитый к небосводу. Облака просто двигались поверх него и растворялись в воздухе. Вы можете это увидеть. Как изменилось положение облака относительно орба на одном из топ-кадров. Я снимаю уже пару минут. Облака плывут медленно. А когда орб зашел за плотную часть облака, я остановил съемку. Жду, пока он выйдет из облака. И он вышел. Красава! Я снимаю его. Он уже вне облака. Стоит себе и все. Не движется. И тут я уже начинаю гадать, что может это просто большой воздушный шар. Но почему он стоит, как вкопанный, в одной точке? Почему никуда не летит под воздействием тех же ветров, что движут облака? Мне это непонятно. Но и НЛО вроде тоже обычно движется. И я бы хотел, чтобы в доказательство того, что это действительно НЛО, он двигался быстро и желательно поломанной траектории. Но он упрямо стоит неподвижно. И все тут. И тогда я ему говорю, давай, делай движение, двигайся, сделай что-нибудь, двигайся резко, а про себя даже подумал, исчезни резко, наконец, если двигаться не хочешь. И в следующую секунду он исчез. Когда я оделся и уже было уходил с пляжа, с другого конца по небу плыло, как вы думаете, что? Да, по небу и в том же направлении, что и облака, довольно быстро плыл воздушный шар с пилотом на борту. Вот это видео, снятое несколько минут спустя первого. Удивительное совпадение, не кажется вам? Но не слишком ли много совпадений? Появляется и исчезает среди ясного синего неба, по моему желанию. Затем появляется настоящий воздушный шар. Все было так, как будто программист нашей реальности специально показал мне, как должен был вести себя тот орб, мой НЛО. Если бы он был, к примеру, белым воздушным шаром. Но воздушные шары, хоть белые, хоть красные, не появляются из ниоткуда и не исчезают никуда. И они всегда куда-то движутся, будь то по вертикали или горизонтали, потому что они подобны облакам и всегда подчиняются движению воздушных масс. Делайте выводы сами, а у меня есть лишь один вывод. Это знак мне, как человеку, который не просто верит, но и знает по опыту, что наша действительность есть не что иное, как очень сложная симуляция реальности. Счастливого полета и тебе, синяя птица, и тебе, белый шарик. Верю, что вы знаки, несущие добрую весть не только мне, но и всем людям. Да будет так. Всем до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok